Привет, друзья! Подписчики мои! Ну что ж, дорога на Beyblade Slam 3 продолжается уже в воскресенье, 13 августа, в 8 вечера по Москве на канале легендарное шоу Beyblade Slam, часть 3. Итак, я уже говорил в прошлых роликах, что Максимум Белялу мы подарим титул чемпиона в тяжелом весе, а почему бы и нет? Нет, он действительно достоин, он сильный, он мощный, он золотой, красивый, интересный, и я считаю, что да, да, он вполне имеет право носить титул чемпиона в тяжелом весе. Но сегодня мы узнаем, с кем он будет драться на нашем Beyblade Slam, защищая свой титул. Я подумал, что драться с ним сегодня это глупо, лучше отдать ему сразу титул, а уже на Beyblade Slam, ребятки, мы выясним, кто его сильнее. Но перед роликом расскажу, где будет турнир, где вы... Итак, у нас сегодня участники довольно мощные. У нас сегодня, во-первых, Грейта Сарфаилю, я считаю, что он, ну, достоин называться титулом, носить титул чемпиона в тяжелом весе. И будет он биться в первом раунде с Астрал Сприганом. Астралу Спригану я тоже нашел местечко, потому что он проиграл не совсем, ну, как бы он не дошел до королевской битвы, но, наверное, он там и не должен был быть в финале Beyblade Slam, а все-таки я уже говорил, что два Спраздена такое себе. А вот Спраздена Хелес в Майнавенте, это прекрасно. Вот, поэтому, но ему досталось место, вполне он может себя уверенно показывать в битве за тяжелый вес. Да, он мощный, здоровый, действительно сильный, как, в принципе, все сегодняшние участники. Поэтому, в принципе, все довольно достойно. Да и битва, посмотри, с Грейтестом Рафаэлем и Астрал Сприган на равных, они крутые, ребята. Так, ну, Рафаэль. Рафаэль был чуть сильнее в первом матче, поэтому победа за ним. Играем следующий раунд, второй. Так, сейчас мы его соберем влево. Нет, я не угадал сторону, куда открутить. Попробуем, но режим, наверное, оставим этот же. А, второй раунд, что? Грейтест Рафаэл. Я, ну, честно, я бы хотел, чтобы Грейтест Рафаэл носил титул чемпиона вселенной. Правда. Хороший волчок, мощный. Немножко, чуть-чуть, где-то ему не хватает удачи, но в целом, я бы не против, чтобы он носил этот прекрасный титул. А еще, ребята, у меня родилась идея, как вам провести на Бейбл и Слэме матч за титул чемпиона Токаро Томи Роктавор против Дайномайт Кирбеуса. Как вам такое? В комментариях напишите, интересно подумаем. Я просто думал, снимает ли об этом прям полноценный ролик, или все-таки прям бой просто, значит и все. Слушай, ну Грейтест Рафаэл побеждает. Побеждает Грейтест Рафаэл. Получается, что 2-0 Грейтест Рафаэл одолевает Астрал Спригана. Астрал Спригана немножко ему не хватает до победы, к сожалению. Отлично, идем дальше. Интереснейший бой. Проминенс Валкере нашлось и ему место, но он должен участвовать. Против Богомута! Ребята, Богомут! Интересно, интересно. Я считаю, что у нас сегодня действительно достойные, яркие рамы. Отсветает один раз и больше мы не надеваем. У нас сегодня действительно мощные, сильные, достойные соперники, которые абсолютно в полном. Пора и поворотся за титул. Я считаю достойным. Так, побеждает у нас ничего себе фиолетовый богомутик. Классно, это хорошо. Проминенс Валкери без рамы. Погнали. 1-0 за богомутом. Классно, хорошо. Почему нет? Я всегда радуюсь подобным историям. Итак, интересно. Я бы мог, конечно, взять вот этого богомута, но мне нравится больше такая, более суперфиолетовая расцветка, так пурпурная, перламутра. Так, ну чего, будет 2-0 или 1-1 мы? Не знаю, посмотрим. Да, друзья мои, честные, ну там ничья, но победу я присуждаю все-таки, наверное, богомуту. Мне кажется, что он, как-то Феникс уже поизжил себя. Давайте дадим дорогу богомутчику. Я люблю богомутчиков, погнали. Богомутчики крутые. Но, к сожалению, недооцененные в мультиках. Грейтсер Рафаэл против богомута. И мы играем до трех побед. До трех побед это потому что, потому что. Потому что, потому что кончается на буквы Ж. Так, ну пока, на самом деле, стандартная тактика от богомута. Он просто тупо чилит в центре ринга. Рафаэль разгоняется вокруг него. Он носит ему такие кусающие удары. Богомуту вообще по барабану, что происходит. Он стоит уверенно в своем, как говорится, стиле. Но посмотрим. Грейтсер Рафаэль. Грейтсер Рафаэль абсолютно четко, достойно, сильно побеждает в этом поединке. Забавно, забавно. Следующий раунд. 1-0 пока счет. Причем, в драйве даже, внимание, вот такое у Рафаэля. Ну, я бы хотел эту биту посмотреть. Действительно, Грейтсер Рафаэль, я считаю, он мощный, сильный. Да, я не перестану перечислять его прекрасные стороны. Хороший, сильный волчок. Он достоин, реально, он достоин. Я отдам победу ему только в случае ничьей. Если я увижу, что богомут перекрутил его, то это победа за богомутом. Но пока уверенный 1-0. И, в принципе, вот посмотри, ну, интересен ли вам бой, где богомут в центре ринга? Я хочу, добавить с вами, видеть мощные, интересные поединки. А это я не хочу видеть, надо было с вами. Опасна? Ну да, 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 Рафаэль. Рафаэль 2-0, уверенный 2-0. И поэтому он сейчас будет запущен первым, в финальном бою. Поэтому советую богомуту собрать все свои силы, приложить все свои навыки и одолеть. И собраться с мыслями. Потому что если с мыслями он не соберется, то... Ну и ладно, ну и по барабану, пофигу. Я и хотел, честно, чтобы Рафаэль... Ну, он достойный, согласись, я не знаю. Ну, может, конечно, кто-то заметил какую-то подставу, постанову. Но, по мне, Грейтс Рафаэль сегодня прекрасно себя проявил. И довольно интересно. И показал... Ну, посмотри, ну что это за богомут? Ну, серьезно. Вы это хотите видеть? Я хочу видеть типичную схватку. Против Титана, максимум Белиала. И интересного соперника для него. Потому что богомут в центре ринга меня вообще не устраивает. Абсолютно. И я говорил, что... Ну, Рафаэль немножко, да, понимаешь, победа. Вот эта вот его верхняя рамка, она прям докручивает себя до конца. И я считаю, у него больше шансов, чем у богомута и максимум Белиала. Вот. А что, подожди, что происходит? Слушай, мне тут сообщают, что максимум Белиал пришел и хочет биться в битва с богомутом. Прикольно. Не дождался он. Не дождался, будет биться. Хорошо. Договорились. Давайте посмотрим, какой бы финал... Но вы такого хотите финала Бейбл и Слэма? Мне кажется, нет. Поэтому... Ой, финала Бейбл и Слэма. Матча в Бейбл и Слэме. Короче, поэтому... В матче за титул в тяжелом весе встретятся... Грейтес... Гррррейтес Рафаэл и Максимум Белиал. Вот такое было видео, подписывайтесь, ставьте лайки Всем удачи, всем пока-пока